Подписывайтесь на Телеграм и приходите на стримы. На нем, наверное, тоже как опилка, кстати, хороша. Че на нем еще хорошо? Скорость атаки на нем, мэйби, неплоха. Защита реген, лайфстил. Много здоровья. Сбор. Сбор, потому что он, так или иначе, получает меньше денег, чем остальные классы. Сбор, уклонение, файн. Ладошка. Кулак, наверное, брать не будем. Даже несмотря на то, что кулак дает додж. Там в этот же момент вроде броню забирай, да? Или нет? Не помню. А, он с одного удара ломает деревья. Хайп. Вообще, когда за лесорубой играл, я обращал внимание на то, что когда мобов слишком много, а некоторые деспавнятся. Скорость, точно. Ладошка. Восстановление с напитка, я думаю, нам не нужно. Это приятная мелочь, но... Если бы выпал как предмет, наверное. А что нам пацифисты делать, когда будет очень много рейджей? Я не знаю. Я не знаю. А вы знаете? Есть хоть маленький шанс того, что стримы на ютубе когда-то вернутся. Ну, если забанить на твиче, например. Или что-нибудь такое произойдет. Какое-то, типа, влияние со стороны, знаешь. Так. Ну, давайте возьмем еще скорость. Удачу возьмем. Заролим чуть. Не зря заролил. И шокер. Да, я хочу попробовать шокер. Мне кажется, это супер хайп. И броняк себе тоже нужна. Блин, я реально вспоминаю, как шокер хорошо замедляет. Просто у него проблемы у пацифистов. В том числе на 11 волне, когда появляются бегающие твари. Он же их убить не может никак. И там без замедления всяких отталкиваний и мувспида. Надо просто хз еще делать. Эта ладошка шокер. Ну, наверное. Ой, как больно ударили. О, реген прокнул. Красс жизни берем. Я думаю, это хайпушка. Еще мувспид берем. Броня берем. Так, вот это тоже надо. Или вот это лучше взять. Чтоб не жертвовать доджем. Дальность не так важна. Уклонение, кстати, отсюда ничего не забирает. Реген жизни минус з. Не думаю, что это. Файн. Мне кажется, три шокера это уверкил какой-то. Просто нужно над ним прокачанный шокер. Хотя бы до фиолетового, наверное. Блин, вообще я хуй знаю, что делать на пацифисте реально в лейтгейме, когда турели появляются по углам карты. Он же просто будет идти и убиваться в них. Прирост просто очень маленький. Уклонение, наверное, все-таки. Еще один шокер. Броня, уклонение, минус з. Тоже возьмем. Пять брони, хорошо. Двенадцатью з очень мало. Ладошки еще могут и так ублизки толкать, потому что только хуже становится, если честно. Но заведение шокера стронг. Ему бы еще карту большую. Как у Лисоруба. Окей, за то, что нам нужно было. Ген, думаю. Ладошка. Шокер. У нас уже и шокер, блин, он как ближний бой. Ножницы, кстати, тоже приятные для лайфстила. Еще больше врагов страшно. Я сперва об этом и подумал, что это больше инкамена, но... Ну, в баню. Я бы наоборот флаг взял, который уменьшает количество врагов. Но счастье, получается, водить хоровод, то как минимум от вот этих стрелков можно спасаться. Но я, блядь, все еще не понимаю, что делать с турелями. Что делать с турелями? Турели ведь самая, основная проблема. Окей. Тоже и вот это тоже. Неплохой дождь, неплохая броня, маловато здоровья. Неплохие предметы. Ну, у меня скорость неплохая и так, Лис. Ну, дерево не хайп, прям пиздец. У меня удачи нет, чтобы дерево было хайп, прям пиздец. Вот, видите, мобы, короче, деспавнятся некоторые. Вон, видели? Вы это видели? Вы это видите? Интересно, они засчитываются потом в инкам или нет? Наверное, нет. Просто исчезают. Ай. Ну, реген добротный, потому что пачка мобов еще жирная, и там ножницы один раз бьют и по всем попадают. Ну, на пятьдесят многовато, мне кажется, Лис. Уклонение все-таки поинтереснее. Ух, не зря заролил, походу. Так, краж жизни или еще уклонение? Давай краж жизни возьмем пока. Шокер. Ладошка. Свиньи копилки нет, поэтому деньги не то, чтобы прям суперсильно нужно беречь. Скорость за 128. Давай. Бля, если турели будут исчезать, тогда эс пацифист. Стрим по Лолу может быть гармоничным. Каждый последний месяц... Последний день каждого месяца. Все в ваших руках. Неплохой реген. Оу, мама. Вообще, мне нравится в три ладошки. Почему дальше не играть в три ладошки? Если это работает. Скорость. Еще ладошка. Скорость атаки. Здесь процент фрона. Здесь процент скорости атаки за 200. Наверное, дорого. Дорого, явно дорого. И вот она, волна смерти. Хуй знает, что я буду здесь делать. Плакать, наверное. Посмотрите, как они ускоряются. Это просто сумасшествие. Это я их еще замедляю зубом и шокером. Ха-ха-ха. Не надо. Потом одно неудачное отталкивание. Вся эта пачка попадает мне в лицо и ваншотит меня. О, там фреймы, конечно, есть, но... Я бы на них особо сильно надеяться не стал. Кстати, да. Дрон на замедление был бы хорош. Больше деревьев, кстати, полная лажа была. Лучше бы не брал. Ломать тяжело их. Изи волна. Окей. О, сбор. Уклонение. Снова это говно. Скорость атаки, дальность. Броня, минус. 96. Да нет, у нас неплохая дальность и так. Скорость. Домики страшные какие-то были. Броня, минус урон. Хайп. Краж жизни, наверное, за сбор не стоит брать. Хотя, можем взять. У нас 10 армора. Это 11 армора. Это охуительно. Только броню очень мало. Ой, здоровья мало. Надо здоровья отвязать. У нас хорошо застаканный сбор. У нас хорошие предметы. Нам просто нужно здоровье. Блядь, где здесь здоровье? Может, если ловелапнемся с этого, то попытаться это поролить. Доджи, доджи, доджи. Главное, крестики еще правильно спавнить. О, видали? Гигант такой. Ну все, я всмываюсь в толчок. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй, сука. Ящик с добром выпал, хотя я хотел фрукта с добром, если честно. Как-то пока что регенерация на нем выглядит эффективнее, чем краж жизни, потому что у меня рейнджа маленькая, поэтому я мало атакую. Но на самом деле это и другое на нем полезно. Скорость. Регенерация УЗ, краж жизни. Мне нужна не регенерация УЗ, мне нужны здоровья. Краж жизни, минус отталкивание. Отталкивание 30, ну вообще-то можно. Это вообще минус 10%, правда, но нормально. Пушки интересные попадали. Все, пока хватит. Как же шокер просто отлично замедляет. Но мы все еще не дошли до волны с турелями. Это, кстати, вроде легкая волна обычная. Блин, вот бы реально за монстров, которые сливаются в унитаз, давали бы деньги. А то прям пацифист много теряет. Самая простая волна эвер. Так, мобы медленные. У меня отличная броня. И отличная УЗ теперь. Так, белый флаг, да. Сбор тоже, да. Дает здоровье за материалы, которые у вас есть. Я думаю, что нет. Его в плюс прям надо будет выводить специально. Может быть, медган лучше, чем ножницы? Хотя ножницы милишные. Хотя, вообще-то, блядь, да, наверное, медган реально будет лучше, чем ножницы. А может и нет. Блядь, ножницы могут проткнуть одну пачку противников. А это просто нас будет регент, и нам не придется близко к ним стоять. Но еще и 248 стоит дорого. Ох. Регенерация, кража. Да, и пожертв... Не пожертвуем, уклонением. Нет, пожертвуем все-таки уклонением. Этих мобов, кстати, трудно убить, когда у тебя урона нет. Хотя с уроном они всегда ваншотаются. Сбери еще 15 скорость. А, у меня, кстати, да, почти 50. Ну, можно? Если ощупку откроем, будет приятно. Ну, я не буду, типа, рисковать забегом, чтобы выполнить ощупку, потому что забег хороший. Если получится совместить, кайф. Если не получится совместить, ну, не судьба. Короче, ножницы, мне кажется, это прям вот... Такой предсмертный хрип, нахрен. В последний момент, если ударит как-то пачку жирную, то может сильно помочь. Надо еще больше здоровья. Скорость. Что, кислоту берем и шокер. Охуительный шокер. Четыре выстрела делает шокер. Тогда к черту, наверное, эту кислоту. Просто куча удачи. За 300. Да не, не знаю. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Блин, 300 дорого. 300 удачи неплохо. Статы мы вообще никакие не теряем. Скорость атаки, дальность. Немножко бы дальность тоже не помешала. Не, пофиг. В этой игре отвратительно реализован вампирик, реген очень сильный. Ты делаешь что-то не так, дружище. Что реген, что вампирик хорошо реализованы. Просто они немножко для разных ситуаций. Когда у тебя очень много здоровья, тогда всегда выгоднее реген. Потому что он процент нахилит. А вампирик для более спешовых целей полезней. Не, вот, кстати, что-что. А вампиризм и регенерация в игре сделаны охуенно. Та самая волна с турелями. Тут буквально есть персонаж, который завязан на вампирике, и он бессмертный. Он литр или бессмертный. Просто попробую пересмотреть свою тактику какую-то, я не знаю. Ну, чё, это наша ачивка. Поггерс. Вау. Ну, 74, конечно, процент аж кражи жизни звучит хайпово, но не за столько. Я не буду это брать. Вы скажете тиш, я скажу да. Так, шокер фиолетовый. Скорость врагов апать мы точно не хотим. Ампирик здесь реализован странно. Он работает отлично на всяких СМГ и мини-ганях, но отвратительно на медленных пушках. Ну, бери с собой какой-нибудь медган. Чё странно вот. Ну, всё отлично. На случай, когда тебе не подходит ни реген, ни кражи жизни, берёшь какой-нибудь медган. Есть милишный, который прекрасно пробивает. Даже два. Есть охуенный пистолет, который стреляет замечательно. Компенсирую, компенсирую. Это просто скорее слабая сторона тяжёлых пушек. Они все сами по себе. Их, во-первых, немного. Во-вторых, они реально ебут. Обезьянка не будет работать, я не собираюсь её брать. Блин, вообще 15-го за это очень много. Это прям хьюдж. Это прям супер хьюдж. Я возьму. Надеюсь, я не пожалею. Шокер я брать не буду. К чёрту, шокер. Третий способ через расходники. Да, можно ещё через расходники хилиться. Можно ещё через подбор материалов хилиться. Опять же, есть обезьянка, которая хилит тебя за собранные материалы. Сейчас она была. Когда у тебя тяжёлое оружие, ты там стреляешь, и остаётся очень много материалов. Подходишь, собираешь, ты захилился. Мне кажется, ну, по части сустейнов, братан, вообще всё кайпово. Как работает броня, как работает максимальное здоровье, реген, хилки. Для всяких глаз канон билдов, вот реген вообще прям абсолютно не подходит, например. Тебя ударили, тебе нужно быстро захилиться, и ты там стоишь, ждёшь 5 секунд, пока пропнет процентный отхил, который захилил тебе там 2 УЗ. Ну, гиперболизирую, конечно, но... Вообще-то 0 толку, но 20 как-то тоже 0 толку. Скорость атаки, урон в дальнем бою, бесплатно. Ну, почти бесплатно, на самом деле, мы могли бы взять ресов. Я думаю, уклонение сейчас выгоднее, чем броня. Ножницы синие, 64%. На 5% больше отхил. И чуть-чуть быстрее скорость атаки. 290 явно того не стоит. Регенерация УЗ, стихийный урон, минус скорость. Не уверен. Удача, я думаю, всё ещё не нужна. Ха-ха, да. Так, вот это рисковать не хочу брать, страшно. Хотя, может быть, 3 УЗ. Кабра не 10 ниц, дальше слишком маленький прирост. Ну, это не кап, но да, я знаю, что там дальше мало даёт. Дальше мало даёт, но всё-таки. 47, бам, 52. Вполне себе приятно, 5%. 5% не так, чтобы мало звучит. Софткап. Ну, да, да, наверное, софткап хорошо подойдёт. Здесь они меня не взъебут из-за того, что я дал им 5% скорости бега. Интересно, по какому принципу вообще монстры исчезают? Какие-то случайные или те, которые раньше появились? Это мы сейчас Туралью убили, или она исчезла? Не-не-не, догоняют, всё нормально. Когда догоняют, мы их отталкиваем. Наш шокер замедляет. Хилимся. Вообще прекрасно всё пока идёт. А, додж? Блин, 15 дальностей, конечно, неприятно, но додж. Ну, давай. Один луч будет больше испускать. Может быть, это реально полезно. Тоже вкусно выглядит, если честно. Но, мне кажется, слишком дорого. Хотя, вообще, наверное, вот шлем воина стоило бы подбафать немного. Он фиолетовый. Не так, чтобы прям много здоровья. Ну, да, неплохо брони, но 10% муспида, мне кажется, дороже. Муспид в игре реально тяжело стакается. Неприятно, короче, дальность понижать чисто из-за ножниц, если честно. Типа, перчатки, ой, перчатки. Ладошки и так хорошо отталкивают, а вот ножницы, они могли бы чаще атаковать и чаще меня регенить. Если вдруг я попал в западню какую-то. Вот как сейчас, например. Больше здоровья надо. Хотя бы 80, было бы кайфово. С другой стороны, у нас дорж есть хороший. Который может теоретически помочь нам тоже зарегениться и не умирать. Это было близко. Это было реально близко. Вот это очень вкусно. Материалов в начале волны, мне кажется, очень поздно. Очень поздно. Скорость минус дальность. Ээээ, нет. Регенерация УЗ минус 10% врагов. За 340 дорого, наверное. Но тема бы прям очень опасная, но по-моему их дальше не будет. По крайней мере не в таком большом количестве. Вот и вампирик нахрен. Бульк, 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 бульк. Они просто сами по себе сильные, плюс они еще забафные были. Поэтому там вообще смерть полная. Опасная волна. Мы прям так элегантно вышли в додж. Даже, если честно, особо не стараясь для этого. Но это потому, что ладошки сами по себе дождают еще. Почти тысяча материалов, ебать. Халявная броня. I believe. Ну, 4 брони так-то все еще стронг, наверное. Хотя УЗ, наверное, лучше. Или 4 брони. Сколько нам 4 брони даст, интересно? Даст ли она снова 5 процентов? Да не, это, кстати, наверное, лучше это. Нет, я не думаю, что она даст 8 процентов. Скорость точно не надо. 57 63 6 Ну, неплохо, конечно, но не то, чтобы и хорошо прям. Так, ножницы качнем. Это финальная волна. Реген качнули. Скорость-дальность не хочу. Скорости атаки нет. А уже дорогое все, кстати. Уже все дорогое, мы особо ничего не возьмем, наверное. Макс УЗ, урон ближний бою, минус скорость атаки. Ну, давай УЗ возьмем. Ну, все. Believe. Believe in me, чат. Ебать. Ну, спид мега балдежный для босса, конечно. Мне кажется, это самый сложный момент в жизни пацифиста. Бустановился босс Скитлс. Вот бы босс случайно задеспаунился вместо моба. Кстати, мобы их тормозят. Мобы их тормозят нихуевенько так. Это прикольно. Еще страшно, когда он клетки будет кастовать. Хотя... Нам похуй на клетке, абсолютно. Похуй, абсолютно. Мувспида слишком много. Законтрил лошару. Блять, ты что тут делаешь? Шесть секунд счастья. Четыре. Три. Два. Пасса фист с первой попытки на пятом возвышении. Ха-ха-ха. Кстати, открыли лавкача. А за что открыли? А, за мувспид открыли. Мы еще и ачивку сделали. Блять, как же мы сегодня ебашим. Че открылся за персонаж? Ой, предмет. 12 максу З, плюс 25 удачи, минус 12% урона. Прикольный, кстати, предмет. 30% скорости. Один параметр урона в ближнем бою. За каждые два параметра к скорости. Минус 100 к параметру броня в неподвижности. Ха-ха-ха. Это... Это интересно. Продолжение следует...